Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами слышали евангельское чтение, где Господь в притче изложил тайны Царствия Небесного. И притча о немилосердном должнике открывает нам понимание того, как мы должны относиться к ближним своим и как Бог относится к нам. Эта притча была произнесена Господом вслед за тем, как апостол Петр, подойдя ко Господу, спросил, до скольки раз прощать брату моему, до семи ли раз? И Господь отвечает ему, не до семи, а до семи жди семи, это семьдесят раз по семь. И после этого он произносит вот эту притчу о жестоком и немилосердном должнике. В этой притче, конечно, такие аллегории, такие метафоры, которые мы не должны воспринимать буквально, потому что притча это иносказание. То есть, как бы, как у нас говорится, сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. Вот притча, это такая сказка, в которой вымышленные персонажи, но отражает она истинное положение вещей. Это притча о некоем богатом клеврете, то есть подчиненном царя, который задолжал царю тьмою талант, как мы слышали в церковно-славянском тексте. Тьма — это десять тысяч талантов. И вот чтобы мы понимали, сколько он задолжал царю, один талант по самым скромным подсчетам — это шесть тысяч динариев или шестнадцать килограммов серебра. Один динарий — это дневной заработок того времени. И вот если не есть и не пить, то человек того времени за шестнадцать с половиной лет мог бы заработать один талант. За шестнадцать с половиной лет. А этот должник был должен десять тысяч талантов. Это сто шестьдесят килограммов серебра, два вагона он был должен, чтобы мы понимали, о чем идет речь. То есть это бюджет целой страны. Был должен этот подчиненный царя. У нас сейчас такие случаи бывают, да, когда мы удивляемся, что высокопоставленные чиновники вдруг там разворовали полбюджета страны, и удивляемся, куда делись деньги. Нету ни на образование, ни на медицину, ни на армию, ничего нет. Такое случается в жизни человечества постоянно. И вот этот человек был призван к царю на суд. И царь приказал, чтобы его и всю его семью, по тем временам это считалось нормально, ввергли в темницу и истязали его до тех пор, пока он не отдаст то, что должен. Но вот отдать это вообще нереально, такие деньги. Господь специально приводит вот такое количество долга, такая сумма долга, чтобы читающий и слышащий это слово, он понял, что, ну, это какая-то неимоверная сумма. И невозможно это отдать. И тогда Господь в этой притче говорит, что Господин смилостивился, оказал милосердие и сказал, я прощаю тебе весь этот долг. Это тоже невозможно представить. Это огромный долг. Это страшно большие деньги. И как царь говорит, а прощаю тебе все. И этот человек вышел, и дальше в притче сказано, что он встретил своего подчиненного, своего клеврета, и ем его давляша. А он должен был ему всего лишь сто динариев. Это тоже деньги, да, это где-то трехмесячные, заработок того времени. Но это несопоставимо с десятью тысячами талантов. Это просто капля в море по сравнению с тем долгом, который ему простил царь. Простил Господин его. Но он не просил этому своему подчиненному. Потому что тот просил тоже, подожди, потерпи на мне, я все тебе отдам. Но этот немилосердный должник, он, как говорится опять же в церковно-славянском тексте, очень красиво, ем его давляша. То есть он буквально схватил его и начал душить его, отдай мне, срочно. И он не поступил так, как по отношению к нему поступил его Господин. Он не простил ему эти сто динариев. Он хотел вытрясти из него. И он посадил его в темницу, этого своего подчиненного. И услышав об этом, слуги царя донесли об этом царю и сказали, вот тот, кому ты простил десять тысяч талантов, он не простил сто динариев своему подчиненному. И тогда царь разгневался, призвал этого своего должника снова на суд и сказал, разве я не простил тебе эту сумасшедшую сумму, которую ты должен был мне? Разве я не простил, не проявил милосердия к тебе? Почему же ты поступаешь по-другому? И тогда он приказал ввергнуть его в темницу, доколе не отдаст последний кадрант, ну, по-нашему, если так говорить, да последнюю копейку пока не отдаст. И дальше Господь говорит, резюмируя эту притчу, говорит о том, что вот так и Господь будет к вам относиться. Если вы не будете прощать вашим должникам, то и Господь вам не простит. И в другом месте Евангелия сказано, что суд без милости над несотворившим милость, милость превозносится над судом. То есть тот человек, кому была явлена милость, а он при этом остался немилостивым, то тогда милость уходит от этого человека, вообще уходит. И суда, и суд бывает жесток с такими людьми, без милости, без сожаления, потому что этот человек сам себе собрал на голову горящие угли, сам проявил такое немилосердие, которое вызвало Божий суд. Вот вся эта притча, это ответ на вопрос апостола Петра, а до скольки же раз прощать. Господь показывает, насколько безмерно милосердие Божие. И когда мы не прощаем своим должникам, когда мы говорим, я тебе никогда это не прощу, мы должны вспомнить, а сколько нам Господь Бог простил. И как мы хотим, как мы молимся, Господи, прости нам наши грехи. Но если мы не прощаем нашим должникам, ближним своим, мы не можем надеяться на милосердие Божие. мы попадаем под суд без милости. Мы сами себе озвучиваем приговор. вот это мы должны понимать и знать. И дело не в том, что Господь хочет с нами посчитаться, предъявить нам наши грехи. Нет. Потому что этот Господин, а на самом деле речь идет о Господе Боге, Он прощает нам все. Если мы только прощаем, если мы тоже способны прощать, Он готов нам простить все. И не просто простить, а мы это знаем. Мы живем в Новом Завете, который заключен на крови Христа распятого. Мы знаем, какую ценой Он платит за наши грехи. Не мы платим, не мы сидим в темнице, не мы казнены за наши грехи, а уплачены наши грехи ценой крови Сына Божьего, который взял на себя все наши грехи, все наши долги, все эти тьмы, тьмы тем талант, которыми мы задолжали, задолжали милосердию Божьему, задолжали Его любви к нам. Он не судится с нами, Он прощает, потому что Бог есть любовь, прощает и готов отдать нам все, лишь бы мы только научились тоже милосердию и любви по отношению к своим ближним. И поэтому мы должны об этом всегда помнить, дорогие братья и сестры. И когда мы вдруг решаем где-то в глубине сердца, я тебя, ты настолько передо мной согрешил или согрешила, нет тебе прощения, не спешите так говорить, вспомните, что нам простил Господь и ценой чего Он простил нам все наши грехи. и пусть это будет напоминанием нам о том, как мы должны относиться к ближним своим и прощать им эти несчастные стодинарии, а иногда и меньше, чтобы не выносить себе самим суд без милости. С воскресным днем, с праздником всех вас, дорогие братья и сестры.